Я по свету Я по луку любил в тоске, но Москвою привык я гордиться, и везде повторял я слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Все, без исключения, оказались, переживая его по-разному, в том числе и очень тяжело, испытывая все сложности тех ошибок, которые делала в грандиозных масштабах наша власть через ухудшение жизни людей, через эту пресловутую приватизацию, через этот неудачный переход в демократизацию нашей жизни, который так и не состоялся, к сожалению, мы на этом пути потеряли многое. Мы потеряли нашу промышленность, мы потеряли наше сельское хозяйство. Я об этом сейчас могу сказать с полным основанием, потому что 7 лет после своего устранения с поста мэра я не стал пенсионером, а занимался, активно занимался сельским хозяйством и продолжаю заниматься. Но и это не самое главное. Мы многое потеряли в качестве нашей жизни. И даже не только, хотя это тоже очень обидно, в том уровне жизни, в котором сегодня живет народ. Мы очень многое потеряли в осмыслении того, что от нас требует жизнь и что мы должны ей давать. Что хочет от нас получить государство. Что от нас требует власть и как она служит нашему обществу, нашему народу. Мы потеряли на этом пути очень многих людей. Великих людей. Вот сейчас перед моими глазами здесь жена Святослава Федорова. Вот я думаю, а что было бы с нашей страной, если бы Слава Федорову стал премьером или президентом. Он мог работать и в этом направлении, и в общественном направлении, и в государственном направлении, и в плане экономическом. Потому что он создал такую империю, которая приносит людям свет. Он создал империю лечения глазных болезней. Почему его не было? Почему он не был востребован? Почему задвинули тех людей, которые могли сказать свое слово и помочь нашей стране в этот сложнейший период времени? Почему страна позвала гайдаров, чубайсов, о которых я здесь пишу, и которые развалили экономику? Осуществили эту безумную приватизацию, которую сделал весь народ нищим. Почему так получилось? Кто это сделал? Кто виноват в этом? Ответы есть. Если эти ответы очень нелицеприятны, и они должны быть сказаны, потому что следующее наше поколение власти должны все это учесть. Если этого они не сделают, то мы потеряем уже не качество нашей жизни. Мы потеряем не качество народа. Мы потеряем не молодых людей, которых сегодня 14 миллионов человек работают за рубежом. Это свет общества, это самая активная часть, это самая разумная часть, самая современная часть нашей страны. 14 миллионов человек. Когда страна после революции потеряла 2,5 миллиона человек, это гражданская война. Помните это, наверное, да? 2,5 миллиона человек. Это ученые, офицеры, это бизнесмены, творцы, писатели, поэты. Мы говорим по нашей истории, что эта потеря 2,5 миллиона человек – это колоссальный, страшнейший генетический удар по нашему обществу. А как мы должны оценить сегодняшнюю ситуацию, потеряв 14 миллионов самых талантливых молодых людей, которые все востребованы там, которые нашли себе работу, которые реализуют свой талант, но там, работая на Боингах, на разработках новых машин, работая в разных отраслях экономики, математики, химической промышленности, и, слушайте, почему, почему мы спокойно все это воспринимаем? Нужно получать ответы на эти вопросы. Общество должно иметь силу и должно иметь способность, характер, волю эти вопросы задавать власти. Мы их не задаем. Частично об этом в этой книге. А все остальное – это жизнь, все остальное – это работа, все остальное – это та увлеченность, которая… Вы знаете, говорят, я смотрю на Шамиля Торпищева. Я его помню сто лет. Слушайте, он совсем не изменился. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос. Шамиль, поделись своими секретами. Меня. Не только. А вы своими. Не только. Человек должен, особенно мужчина, должен всегда быть чем-то занят. Должен всегда иметь перед собой цель. Должен всегда иметь перед собой какую-то задачу, идею. Ни в коем случае, даже если он получил какие-то удары судьбы, ни в коем случае не пассовать, не лежать на диване и смотреть бесконечно, сутками смотреть ящик. Если он это делает, он стареет. Если он это делает, он уходит из жизни. Почему Шамиль не стареет? Потому что он все время влечен. У него есть идея по жизни. Он ее достиг по многому. Но он продолжает ее укреплять. Это его цель. И каждый, если он хочет жить, если он хочет сделать что-то такое для себя, он должен иметь эту цель. Он должен стремиться ее выбрать, независимо от того, какую должность он занимает. Он должен все время быть в работе. Он должен все время быть в творчестве. Ему все время требуется что-то достигать, что-то решать. И если он решает это не на свою личную пользу, не для себя, не для своего кармана, а если он это делает, понимая, что он это делает для людей, все, он живет. Он живет. Он живет, потому что он творит. Илья, посмотрите. Красавец. Ну красавец, так? Вот. У него сейчас задача. Очень интересная. Человек пишет какую-то могучую, безбрежно масштабную работу для Русской Православной Церкви. Думаю, что это не только для Русской Православной Церкви. Он пишет для людей. Он пишет то, что нужно философски, по-человечески осмыслить каждому из нас. И если мы воспримем то, что он пишет, мы становимся лучше, а он счастливее. И он будет жить. И он будет жить бесконечно. Я могу сказать о каждом. О каждом из вас эти же слова и эти оценки. Так что будем живы. Будем двигаться. Будем всегда стремиться к тому, чтобы искать, находить и обязательно реализовывать то, что полезно людям. тогда будет все нормально. И если мы это будем требовать жестко, требовать от нашей власти любого уровня, начиная от первого лица до любого местного руководителя, мы будем жить другой жизнью в другой стране. Юрий Михайлович, возвращаясь к вам и к вашей книге, скажите, пожалуйста, вам тяжело дались воспоминания, либо процесс написания наоборот навел какие-то, может быть, ностальгические настроения. Как строился процесс написания? Да нет. Да нет. Вообще человек переживает разные времена и неприятные, даже драматические, если сказать, трагические. Я здесь описываю тот случай, по которому меня господин Медведев убрал с должности мэра. И я не знаю, может быть, здесь и, наверное, здесь, конечно, я получил мощную поддержку от друзей, от москвичей и, главное, конечно, поддержку от семьи, от жены, от детей. Так, они когда я им объяснил, что случилось, вот, по этим претензиям необоснованным, надуманным, вот. И как я их спросил, это очень интересный момент, между прочим, я их спросил, детей, позицию жены я знал. Реально человек конкретный, умный, талантливый, принципиальный, «А как вот дети, да?» Я говорю, слушайте, вот, вы сейчас являетесь детьми мэра. у меня есть два варианта. Первый вариант встать на колени и поползти и сказать, я больше не буду. Второй вариант сказать о том, что я не признаю этих претензий, претензий, что я не хочу этому человеку помогать в его стремлении к неправильным шагам, но у вас будут сложности. они были студентами Московского университета, одна на третьем курсе, вторая на первом курсе. Вот, наша жизнь, она понятна, и вместе этого человека мы ожидали тоже, тоже понятно какой. к вам сразу все радикально поменяется. Что делать? Ползти или быть принципиальным? Я говорю, папа, ты зачем нам задаешь эти вопросы? Ты должен... А я задавал эти вопросы для того, чтобы убедиться в том, что мы правильно с Еленой воспитали своих детей. То есть, можно сказать, провокацию. Папа, иди, иди и скажи этому человеку то, что ты о нем думаешь. вот. Вы знаете, для меня это было счастье. Счастье понимать то, что мы имеем нормальных детей, для которых понятие чести, достоинства и справедливости являются наивысшим критерием жизни. Вот так. Если говорить о сложных моментах, так, слушайте, их в каждой жизни у нас очень много. А бывают, как говорят, моменты истины, да, то есть, такие точки такого перехода и точка невозврата. Вот здесь важно оставаться самим собой. И если ты прогнулся, ты перестал быть личностью. Ты перестал быть самим собой. Если ты прогнулся, ты уже слезняк, ты уже ползаешь, а не ходишь по земле. Поэтому не прогибайтесь. всегда говорите, поступайте так, как велит вам совесть. Хотя это очень тяжело. Хотя с точки зрения политеса это неудобно. С точки зрения принципов человеческого общения, человеческой жизни, только так и нужно действовать. вот мы я могу сказать действуем так в нашей семье и так будут действовать наши дети и наши родники. Это счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам за ответ. Я не хотел поузумпировать свой микрофон и свое право задавать вопросы. Я бы хотел увидеть в зале Геннадий. Геннадий, да, я вижу, что вы уже здесь. Дорогие друзья, я думаю, сейчас то самое время, когда мы можем перейти уже к вопросам вашим. Поэтому, пожалуйста, по поднятию руки Геннадий увидит вашу руку и дальше уже у вас будет возможность задать вопрос. Геннадий, пожалуйста, передайте первому спрашивающему микрофон. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Зовут меня Александр. Вопросов будет два. Первый вопрос. Расскажите, когда в первый раз вы увидели Валерия Павлиновича Шанцева. Какие у вас были отношения с самого начала с этим человеком и какую политическую карьеру вы ему предрекаете в будущем, если это можно? А второй вопрос. Как остаться достойным человеком, если вчерашних друзей, которые остались вашими друзьями называют ворами и предателями Родины? Что делать в таком случае? Что говорить всем? Спасибо. Первый вопрос. Валерий Павлинович Шанцев фигура сложная. Он был таким не из последних функционеров в московской городской партийной организации КПСС. Потом у него сложилось довольно трудное время и он был в спортивном обществе Динамо. Но для меня, когда я стал руководителем города, в общем-то партийная принадлежность не играла большой принципиальной, по крайней мере, роли, потому что город нужно было спасать. И нужны были знающие, грамотные люди, которые могли бы сразу же войти в курс дела по проблемам хозяйства. И для нас, для правительства Москвы, скажем, работал заместителем премьера Борис Васильевич Никольский. Наверное, кто-то помнит, это бывший второй секретарь горкома партии. И нужно сказать, что память о нем, о его работе уже в новой власти была самой светлой. Он быстро ушел из жизни, к сожалению. Но это самая светлая память о тех мерах и решениях, которые он предлагал и проводил в жизни по спасению тогда московского городского хозяйства. Шамс грамотный специалист. Он работал сначала дефектом, потом он работал вице-мэром, а потом в силу своих может быть таких неудовлетворенностей ему хотелось стать мэром. Он уговорил государственную власть и его направили я так понимаю, что бороться со мной ему было не очень перспективно, город развивался, отношение людей к мэру действующему было нормальное, и все планы, все элементы развития были налицо, и он просил его назначить губернатором какой-нибудь из областей, ему предложили Нижегородскую область. Дальше у нас контакты с ним потерялись, контакты с ним потерялись, и сейчас я знаю, он уже не губернатор, вот, единственное, что я ему пожелаю, это не становиться пенсионером, если у него есть силы, если у него есть энергетика, ему нужно найти какое-то дело, которое уже может быть соответствует мне высокому губернаторскому посту, хотя сейчас это здорово все помельчало, вот, но какое-то продолжение в своей работе обязательно нужно найти, и любой человек, который уходит с государственной должности, должен думать и обязательно решить, и обязательно найти себе новые приложения в работе, в деятельности, в творчестве, чтобы не, как это часто бывает, не считать себя, не чувствовать себя ненужным, ненужным в обществе самое страшное ощущение, которое приходит человеку пенсионного возраста или уволенного по разным причинам со своей должности. Вот это самая большая опасность. Дорогие друзья, я хотел бы еще внести маленькую организационную ясность, я попрошу вас, нас очень много сегодня, по одному вопросу, не два, не три, только по одному. Спасибо. и не забывайте пожалуйста представляться. Большая просьба, вопросы по теме, по книге, по презентации. Здравствуйте, газета региональной вести. Юрий Михайлович, у меня вопрос не совсем по теме книги, но тем не менее может быть в развитии. Расскажите пожалуйста о ваших планах на будущее, планируете ли вы заниматься политической деятельностью, или это проекты сельского хозяйства будут? Расскажите об этом пожалуйста. Ну, знаете что, будущее рождается в настоящем. Я сейчас так увлекся проблематикой сельского хозяйства и эта проблематика не только связана с тем хозяйством, которое находится под моим началом. Но сначала хозяйство. Хозяйство большое, колхоз. Колхоз 5,5 тысяч гектар. Я там выращиваю овец. Причем впервые в Калининградской области это породистые поголовья овец. Дальше у меня сейчас стадо коров. молоко, сыр. Начинаю сыр делать европейских кондиций. Дальше гречка. Гречка в больших объемах. Я выращиваю сейчас количество, которое на две трети обеспечивает потребности всей области калининградской в гречке. Я ее перерабатываю, потому что гречку нужно обрушить. Я ее перерабатываю. Вот. Начал выращивать грибы, вешенки. Выхожу на 100 тонн грибов по году. Создал цеха. Так. Вот. выращиваю пшеницу, выращиваю овес, выращиваю ячмень, рапс. Да. Работает 126 человек. Это в том районе, где довольно большая была безработица у сельского населения, и мы ее здорово, как говорится, понизили. Так. Заработок выше среднего в Калининградской области работают только местные. Ни одного гастарбайтера. Это очень важно. Это очень важно. Зарплата постоянная, сезонных рабочих нет. И вроде бы все здорово. но я могу сказать, подожди, 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 подожди. Нормально. Нормально. Семьи, это семьи, это семьи, они получают постоянную заработную плату, работают с интересом. Кстати говоря, кстати говоря, вот этих всех, так сказать, колхозного типа проявлений, пьянства, воровствов, абсолютно отсутствуют. Просто абсолютно отсутствуют. Причем вот самосознание человека это с одной стороны вещь иррациональная, часто трудно воспринимаемая, трудно понимаемая, но вот в том случае это мое счастье, всегда, всегда, где бы я ни был, где бы я ни работал, самосознание у тех, кто работает под со мной, оно, на мой взгляд, является правильным, правильным, нормальным. И если мы сравниваем там скажем там европейского рабочего или сельскохозяйственного работника, наши, нашенькие получше, потому что они понимая, скажем, что нужно прихватить время, особенно, когда там уборочная, они не спрашивают, они не спрашивают, они не начинают там объяснять, 6 часов вечера я уже должен все завершать. Они работают и нужно сказать, что это вот понимание поставленной задачи, которая является частью их работы и даже частью их творчества, да, это понимание у наших намного выше, намного выше. но вот эта идиллия, которую я вам рассказал, она упирается и разбивается тем, что сельскохозяйственное производство у нас абсолютно бесприбыльное. сельскохозяйственное если бы не моя жена, которая мне помогает, я бы не смог приобрести технику и обеспечить нормальный технологический цикл работы. сельскохозяйственное то есть расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве сегодня за счет тех прибылей, которые нормально работающее хозяйство должно везде получать, этого нет. и если нет вот такой возможности находить ресурсы со стороны, а в банк идти бесполезно, потому что рентабельность сельскохозяйственного производства хорошего производства 5%, банковская ставка 20%, 15% если ты взял в банке кредит, так ты на следующий год не знаешь где найти. Поэтому то, что сегодня у нас складывается сельскохозяйственным производством в целом по стране это да, по моим подсчетам из 120 я уже теперь говорю о моих так сказать исследованиях в сельскохозяйственной области из 123 миллионов гектар земель, которые наша новая власть получила от Российской Федерации после развала Советского Союза из 123 миллионов гектар в работе 43 миллиона гектар Разные оценки Я делаю свои оценки и готов отвечать за них 80 миллионов гектар зарастают заболачиваются не в работе за исключением юга России а средняя полоса средняя полоса это у нас срастающие поля и опустошенные деревья деревни это факт это факт и власти нужно этот факт не только видеть они обязаны его видеть власти нужно этот факт исправлять исправлять изменением радикальным изменением политики политики к сельскому людому к сельскому хозяйству об этом можно говорить долго много но это для страны которая вместо молока добавляет пальмовое масло это позор это позор наша страна может кормить еще три таких России и не испытывать никаких проблем и никаких сложностей а позор этот состоялся я опять возвращаюсь к своей теме благодаря господину Чубайсу он раскурочил все колхозы техника которая была в колхозах разобрана уничтожена или разворована или разворована и раздал по скажем там разные куске земли раздал от четырех до двадцати в разных местах в зависимости от плодородия и так далее землю бывшим колхозникам вот я колхозник у меня дом у меня пятнадцать соток помните да это вот пятнадцать соток стандарт я эти пятнадцать соток спокойно обрабатываю лопатой пятнадцать соток можно пятнадцать гектар из-под лопаты не возьмешь пятнадцать гектар нужна техника А техники у этого нового собственника Никакой нет Он начинает думать, что же делать с этой землей Вроде бы подарил Чубайс Вроде бы Чубайс подарил А обрабатывать я не могу И Россия сразу провалилась Во своем потенциале работы с землей Я написал Владимиру Владимировичу записку Которая сказала Владимир Владимирович, если бы мы На своем примере У меня каждый гектар в работе дает 5000 Не много Но каждый гектар 5000 Дает прямых доходов государству Если бы мы занялись сельским хозяйством И каждый гектар у нас был бы в работе То нам не нужно зависеть ни от нефти, ни от газа Ни от нефти, ни от газа Но Что я вам еще хочу сказать Слушайте Вот наши мыслители, писатели, поэты, философы Ну наконец, наши представители старшего поколения Патриотической, так сказать, основы жизни Взглядов, принципов Говорят Где же наша вот самобытность Где наша идентичность Как ее сейчас называют Где она Она у нас Уходит и замещается Вот этим гламуром Американскими Какими-то Ну, я бы сказал Такими очень привлекательными Ну, шоу там и так далее Мы теряем Мы теряем наше национальное Самосознание Мы теряем наше ремесло В конце концов Так Вот Отежда Все Все, что было ценным Для нашего общества Которое должно быть сохранено Сегодня Сегодня Растворяется Вот в этом гламуре Вот в этом Нашествии Этих самых Неприемлемых В общем-то и целом Но интересных Видов Западной культуры Так вот И все И все Очень по этому поводу Переживают Я говорю А где эта самобытность Рождается В городах Может быть Может быть Философия Да А сама Самобытность Ремесла Культура народная Так Обрядность Обрядность Обычаи Все это В деревнях Все это на месте Где земля рядом И мы И мы Сейчас Теряем Не только Потенциал Нашего Продовольственного Обеспечения Во многих направлениях Мы его потеряли Мы радуемся Тому что мы Ух ты Всю Вселенную Заполнили Зерном Пшеницей Продаем И она сейчас Рухнула в цене Кстати Из-за этого А Ответьте На вопрос А сколько Мы покупаем Мясо А компенсирует Ли это Те Поступления Которые Мы получаем От продажи Пшеницы А какое Мясо Мы покупаем Которое 20 лет Хранится В ресурсах И в резервах Мято Замороженное И после этого Ну не выбрасывать Лучше продать Кому? Кому? В стране У которой 9% От мирового потенциала Сельскохозяйственных земель Слушайте Что за дикость Пришла к нам В наш народ Что мы не способны Что мы не способны Работать на своей земле Организовать работу На своей земле Таким образом Чтобы И накормить Качественным продовольствием Свой народ И не только Одним зерном Но и всем тем остальным За исключением Ананасов Что мы не способны Снова вернуть Вернуть человека На землю Вернуть ремесла Вернуть Все те Принципы жизни Они у нас Разнообразны Они у нас Очень красивые По нашей Многонациональной Стране Не способны Не способны Не из-за народа Не способны Из-за власти Она должна Это ее Ответственность Перед народом Мы С вами Не спрашиваем Власть Чтобы она Несла Эту ответственность Вот Дорогие друзья У нас Время Течет Неумолимо К завершению Я думаю Геннадий У нас последний вопрос Потому что у нас Но надо выбрать Какой-то один Дорогие друзья Потому что потом У нас будет Очень долгое подписание Нас очень-очень много Представляйтесь Пожалуйста Очень приятно Голучов Артем Интерт издания Вокруг новостей Уважаемый Илья Михайлович У меня будет такой вопрос Скажите Вот как писатель Вы Это ваша не первая книга И Насколько я понял Не последняя Если можно Пояснить Когда же Я следующую И о чем она будет А почему вы говорите Одна Нет-нет Я сказал Наоборот Не одна Это не первая Ваша книга Нет Первая А вы говорите Когда будет Следующая А почему вы не спрашиваете Когда будут Следующие Я Может быть и так Извиняю В порядке В очереди Извините Значит Вообще вопрос серьезный Следующая книга Будет Расширяем Вариантов Издание Книги Которая Вышла раньше Я считаю Я считаю Недостаточно Полной Вот этих Мыслей Которых я сейчас Изложил Там Поскромнее Они Размещены Будет Книга Которая называется Россия на перепутье Там Две темы Такие Важные Первая Мы Сейчас Очевидно Обозначили Тенденцию На Углубление Дружбы С Китаем Я задаю Вопрос Сам Себе А правильно Это Тактически Может быть Да Стратегически Самая Большая Опасность У России Это Юг Юг Сибири Это Возможность Опасность Потерять Сибирь Все 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 А Кто Может Ее Так сказать Оскорить Китай Поэтому Я провожу Мысль о том Что Мастерство Нашей политики Должно Заключаться В том Чтобы Мы Были Равно Удаленными Мы Были Самостоятельными И Сближение С Китаем Которого Философию Интерес И цели Мы Совсем Не знаем Это Вещь Опасная Опасная Это Не Означает Что Нужно Враждовать Это Означает Что Нужно Проявлять Осторожность Сегодня В мире Возникла Новая Ситуация В Европе Мировые Война Не Повторяться Сегодня Центром Противостояния В мире Стал Тихий Океан То есть Этот центр Противостояния Ушел От нас Довольно Далеко И нам Правильно Было бы Держать Равную Удаленность От тех Кто Сегодня В этом Центре Противостояния Являются Главными Игроками Это Соединенные Штаты И Китай Нам Не Нужно В Эту Сложную Ситуацию Их Взаимоотношений Влезать На стороне Кого Нибудь Это Первая Мысль Я не Хочу Ее Как бы Расширять В этой Книге Она Очень Очень Ну Так Достаточно Подробно Изложена Называется Книга Желтый Дракон То есть Китай Загребает Жар На Распрях России И Европы Это Первая Мысль Вторая Мысль Заключается Опять В Опыте Который Мы Должны Взять У Того Же Китая Скажу Почему По Преобразованию Сельского Хозяйства Слушайте Дэн Сё Пин За Три Года Когда Взял Власть Свои Руки За Три Года Накормил Голодный Китай Который Больше Плошки Рису На день У рабочего Человека Не имел За Три Года Он Расформировал Колхозы Там У них Были Бригады Так И Всю Землю Дэн Сяопин Объявил Государственной И Дальше Он Говорит Крестьяне Хочешь Работать С этой Земле Пожалуйста Я Тебе Ее Даю Бесплатно Но Она Государственная Если Ты можешь Обработать В Два Раза Больше Я Тебе Даю В Два Больше Земли Столько Сколько Ты можешь Но Обработать Но Обработать Слушайте За Три Года Уменьшение Количества Вот этих Самых Артелей Которые Там Были Главенствующие Так И Увеличение Вот Такого Метода Обработки Работы С землей Только При Условии Что Она Государственная Так Он За Три Года Накормил Страну Я Будучи Мэром Покупал Консервы В Китаре За Счет Вот Этой Так Системы Которую Он Вел И Сегодня Китай Является Грандиозным Экспортером Сельскохозяйственной Продукции Государственная Земля Работаешь Земля Всегда Твоя Хочешь Расширить Тебе Дополнительный Он еще Кстати К смеху Сказать Использовал Маркса Умелые крестьяне Нуждались В рабочих Руках Это уже Не социализм Так Это уже Не социализм Что Сделал Дэн Сяопин Он Вычитал У Маркса В Капитале А тогда Такая Кондовость У Китайской Компартии Была Очень серьезной Попробуй Пошутить Тебе Тебе Сразу Голову Отнимут Значит Он Вычитал У Маркса Что Капиталистом У Маркса Считается Человек Который Привлек 8 Работников Дэн Сяопин Проводит Через Политбюро ЦК КПК Китая Решение О том Что Сельхозпроизводителю Разрешается Нанимать 7 Человек Не 8 Человек Потому что Марксу 8 Это капиталист И провели Это решение И пошло Развитие Сельхозпроизводства Вот пожалуйста Как Но Но Условия Главенствующие Перестало Работать С землей Она снова Возвращается В государственную Собственность И находятся Те Кто будет На этой земле Работать У нас Сегодня Громадные Массивы земли Которые Якобы Принадлежат Кому-то Они уже За рубежом Далеко Или уже Почили в Бозе Или не занимаются Работают Где-то В промышленности И У власти Местной Да и у власти Большой Нет возможности Нет возможности И права Отобрать Эту землю Ну какие Вы крутасы Нам Стародил Господин Чубайс И Это Будет Еще Долго Висеть Почти Домокровым Мечом Над Нашим Сельхозпроизводством Нужна Новая Реформа А Возможности И Настроение Понимание Того Что это Обязательно Нужно И быстро Нужно Делать Так Власти Почему Посмотрите Кто там В Министерстве Сельского Хозяйства Я Чего Латифунтисты Юрий Михайлович Микрофон Пожалуйста Латифунтисты Вот Уже понятен Ну что ж Юрий Михайлович Спасибо большое За ваш рассказ Дорогие друзья Большое спасибо За ваши вопросы Я попрошу Сейчас вас Организованно Вот с этой стороны Я люблю Подмосков И мосты Над твоею Рекой Я люблю Твою Красную Площадь И Кремлевским Кураном В бой В городах И далеких Станицах О тебе Не умокнет Болова Дорогая Моя Столица Золотая Моя Москва Золотая Моя Станица Золотая Моя Моя Порщадь Я Порщадь Моя 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 Моя